Раскрытие волевого центра. Проводник Ольга. Видео содержит прямую передачу. Слушая это внутренним звуком души, утверждайте благодарность тебе свободная терра, единение, освобождение. Все уроки этих видеопередач, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Мир, пробудись. Прах, эго, отряхни. И мысли новый путь открой, и чистый, и прямой. Наше обращение к тем, кто раскрывая значимость своего духа, усиливает чистоту Бога в своем осознанном восприятии самой жизни и передает другим. Эта передача будет касаться вашего того внутреннего камертона, который так вам нужен и который придает силу мысли. Мысль вашу делает очень активной и материализация, и ускорена в сотни тысяч раз. Очень важно, чтобы вы приняли это, как вспомнил, вспомнила, принял. И тогда эти ваши произношения создают прямой контакт с вами, теми настоящими, которые так много могут и так много знают. При таком вибрационном звучании вы можете потерять практически полностью программу кабалы повиновения. Здесь задействована эта часть духа, которая ни при каких обстоятельствах неуправляемая. Вибрация это истинность звука вашего божества, называемый вами дух душа, но это более обширная часть всей вашей энергосистемы, из которой вы состоите. И здесь прямая связь с вашим дыханием. И произношение для наивысшего блага мне, моему дыханию, таким вспоминанием, вы восстанавливаете полную гармонию дыхания естественного, более глубокого, высокого своего дыхания. Этот процесс дает вам уникальную возможность освобождать свой центр силы солнечного сплетения от всего ненужного, что когда-либо было принято вами этого воплощения. Это будет способствовать обучению самого себя, в различии где вы видите голограмму, а где истину. Страх бедности безволия ускоренно будет вас покидать, если вы примите эту истинность как основу самих себя. Вы начнете видеть мир глазами Бога, того божества, который в вас. Бога, божества, из чего вы состоите изначально. В таком принятии ваши мысли становятся в вашем произношении концентрированы, собраны, как собраны лучи. И тогда ваша любая мысль будет ускоренно воплощаться, и вам нужно быть внимательными к собственным мыслям. И всеми этими техниками и практиками можно воспользоваться только для наивысшего блага. Иначе оно начнет разрушать вас самих. Это то божественное вмешательство первотворца, что дано этой планете. Все здесь служит для спасения планеты цивилизации. Какая-то часть вас рассматривает цивилизации, которые достигли уровня развития, как просто 3D, с какими-то дипломами, и у них чуть больше дипломов. Это совершенно не так. Это вам необходимо пересмотреть, продумать и принять истинность. Вы находитесь в состоянии инертности. Эту инертность практики сносят и очень быстро. И почему палосознание цивилизации? Они это внедряют и очень активно. Это массовое сознание, которое переквалифицируется. С небольшого ядра создать взрыв сознания, он у каждого у вас внутри, называемое вами просветление, пробуждение. У многих из вас пришельцев, тех могущественных цивилизаций, может произойти такое пробуждение, что вам понадобится очень мало времени, чтобы снести эту пандемию и забыть о ней. Защитить, сохранить и усилить божественность в себе. Вы это сейчас так можете. И соревнуясь друг с другом, насколько это вредно, смело убить Бога в себе. Не доказывайте это друг другу, просто примите правду, что они убивают божественность, забирают вашу силу. Какие могут быть вам доказательства в том, что они властвовали над вами, и сейчас, обезумев, они хотят превратить вас в получеловека-полуживотного? И доказательств у вас очень много тех научных сотрудников, кто выбрал путь света. И они вам это показывают. Это опасно для каждого из вас, в каком бы городе вы ни находились. Это наносит вред самой планете. Эта чума будет вызывать эпилепсию у многих из вас, и цивилизация Вега, и многие другие честно об этом заявляют. Начните думать, начните действовать, как никогда раньше, ускорьте процесс пробуждения. Вы те настоящие, там внутри себя вообще не понимаете, что такое страх. Это все внешнее, что вам нагрузили, снимите этот груз. Расширьте свое сознание, чувствование. Не то человеческое, а то божественное. Наша помощь вам непомерно велика, но об этом нигде не говорят, и вы в забытии продолжайте их слушать, повиноваться, сомневаться в могуществе света. Нас очень много тех, кто выбрал путь Творца. Служить мы выбрали, и выполняем это очень ответственно. Все, что вам нужно, принять ответственность за себя, своих детей, ответственность ту, которая содержит ваш аспект полной свободы изначальной. Прослушивая, утверждая это, вы этим становитесь. Мы скоординировали здесь каждое мгновение. И мы делаем в единстве с световыми цивилизациями, нас очень много. Но у вас нет возможности сидеть и ожидать, что произойдет само по себе. Вам нужно размонтировать все ненужное и создавать призовые силы. Утверждая, вы создаете это, те связующие, которые будут собирать ваши нити ДНК. И пока вы не будете действовать, вы будете сомневаться. Вам нужно действовать, это и физические упражнения, и вдумчивое созерцание, вспоминание, раскрытие самих себя. Сердцами примите мощную вибрацию галактики, осознавая себя. Мы хотим передать понимание, что любой ваш звук, каждое ваше слово имеет вибрационные последствия. И это вибрационное ваше произношение влияет на ритм ваших сердец. И учитывая то, что на планете изменилась скорость, ваша проводимость у вас усилилась, и поэтому вам чаще нужно произносить собственные утверждения, обращения, нужный диалог, протест в единстве с вашей вибрацией. Включив сюда понимание, что звук-вибрация едины. Усиливая вибрационный звук, вы таким образом усиливаете вдох-выдох, и мембрана помогает вашим легким расшириться. Она становится более устойчивой, и при этом расширяется ваше сознательное восприятие самой жизни. Это уникальный выбор нескольких цивилизаций. Эти вибрации – это восприятие самой жизни. Как многомерность можно принимать только в честности, только в сотворении честного самого себя, который имеет силу, желание изменить этот мир. Вы очень часто попадаете на информацию сенсационно ложную, и вас к ней приучили. На самом деле вам доступна в ваших энергоцентрах, в ваших энергоузлах та сила, то могущество, из которых вы состоите. Переведите то желание, как все. Раскройте, познайте новизну самого себя, и ту вечную святость, и ту задачу, с которой вы пришли сюда. Задавайте себе вопросы и ищите ответы в себе на них. Уберите свой прожиточный минимум, который создавала вам рептилоидная программа, а спланируйте свое местонахождение, пребывание, самое необходимое, и вы увидите, что вам нужно совсем другое. И слово «достоин новизны», «достоин богатства», изобилие страны, изобилие планеты, бога. Это свет, это световые желания. Таким образом, когда вы мыслите, думаете, вы создаете истинность, свет. И тогда этот свет разрушает и хрептилоидную, и люциферианскую программы, растворяет тьму и в вас, и вокруг вас. Примите это как фактор, разрушая тьму, вы усиливаете свет в себе и на планете. Вы так привыкли слышать, слушать и подчиняться им, а бога отложили на потом. Куда задвинули вы его? Он там в ваших сердцах, им управлять нельзя. Нужно все освободить и дать выход, будет много ясности, понимания, это будет увлекать вас. Ведь это радость самой бытийности, ведь это радость. И ваши сердца, переполнены этим светом, мудростью, этими знаниями. И вы снова и снова возвращаете себя в привычное. Задавайте себе вопросы, что было привычным. В диалоге с собой вам необходимо чувствовать себя, первую чакру, и одна из таких активаций – это ваша первая чакра. Это ваша связь с самой жизнью, с планетарно-вибрационным звуком. И такое объединение помогает раскрытию вашей горловой чакры, вашему горловому центру. Оно настолько драгоценно для вас, оно так ценно для вас. Выражайте искреннюю благодарность планете. Усиливая волевой центр, у вас всегда будет появляться желание жить, действовать. Это тот двигатель, это та скорость, которая вам необходима сейчас. Усиливая волевой центр, принимайте понимание истины. Раскрепощенный, освобожденный ваш волевой центр делает мысли и слова очень сильными, они касаются ваших тонких тел. Это все взаимосвязано, это даст выход вашему потенциалу, силу и здоровье. Если вы безвольны, вы больны, это все в единстве. Когда вы раскрываете, вы выздоравливаете, работает ваша иммунная система. Обладая силой мысли, вы можете исцелять себя через принятие собственной вибрации. Активировать вам необходимо желание исцелять самих себя, не реагируя на их угрожающие модные внедрения. Вам это под силу, и вы это можете. Помните всегда, в здоровом теле здоровый дух – это не просто слово, это движение энергосистемы вашей. Любые физические упражнения должны стать вашим естественным проживанием. Сама жизнь должна быть в единстве с планетой. Она должна пульсировать и вибрировать. Двигайтесь так, чтобы вам было комфортно. Пусть будет комфортно вашей первой чакре. Она есть у вас изначально. Она была в разном состоянии. Сейчас она звучит словом «жить», и вам важно ощутить многомерность вибрации. Ощутите, что такое «жить многомерно». Ведь это естественное ваше состояние. Да, оно подзабыто, но вам это доступно. Мы так настойчиво и упорно готовились к этой передаче. Попробуйте произносить слово «жить» так, чтобы говорила область чуть выше солнечного сплетения. Каждое наше касание – ваше пробуждение и включение в работу. Многомерность – это включение всех ваших энергоструктур. Вам это ведомо, и вы это знаете. Чуть выше солнечного сплетения будет ощутима вибрация, будьте на связи с самим собой внутри себя. Слушайте себя, что вы говорите, как вы это говорите. Есть связь с внутренней частью себя, когда вы слышите себя. Эта едва уловимая вибрация будет вами ощутима. Этот вибрационный звук бодрит вашу иммунную систему. Это основная часть вас, которая может давать вам корректировку, приносить в вашу жизнь больше ясности. Когда вы прослушиваете свою вибрацию, ваша божественность сможет принять вибрацию могущества самого источника в обиход всем ненужным программам. Мы ее концентрируем и очень четко вам передаем. Как сути, которые хотят спасти планету и человечество, самих себя, вы это принимаете. Ваша божественность дала согласие осознанно принять могущество свое в себе. Мы передаем энергию вибрацию источника. Это усилит метаболизм в вашей структуре и физическом теле. Это оздоровление мышления. Скорость мысли у вас намного увеличится. И вместимость значимости вашей духовности находится чуть выше вашего солнечного сплетения. Вам необходимо усилить намерение жить, а значит вибрацию в первой чакре. Многомерная вибрация первой чакры жить. Жить солнечное сплетение в спокойном понимании принимает это, а оно в движении. И та часть вашей ответственности начинает проявляться в эмоциональном теле как всплеск. Эта часть ответственности означает свободу. Это не ваше социальное понимание, а духовная сила и ваша свобода, которая вам нужна. Духовное взросление, принятие сотворца в себе. Само дыхание как будто ускорено. На самом деле вы освобождаете легкие и удаляете программы, которые блокировали ваше сознание. Это осознаваемое дыхание идет расширение вашей божественности внутри вас, вибрация. Вам нужно признать, что спасение вас самих зависит от вас. И соприкасаясь с нужными частями вас, вы этим создаете силу в себе, и этот свет растворяет тьму и все модные включения, вторжения. И это нужно вам самим и планете. И вам необходимо это единство с планетой. Ваша божественность пришла главенствовать, так было всегда. И сейчас, учитывая это время, ее нельзя будет остановить. Ее миссия – это всегда свет и освобождение, свобода. За этим вы сюда воплотились. Принятие этой истины, что ваша душа основа вас, вы даете ей свободу, освобождаете от всего ненужного. Становитесь сильнее, мудрее, в этом ваша задача – в единение. Ваша душа властвовать пришла сюда, а не подчиняться рептилиям, ибо она является светом, властью всего. Пожелайте коснуться сердцем небес. Мы дали вам эту практику, пересмотрите этот урок. Примите это, как мировой порядок, божественность – основа всего. Это радостное понимание – возрадуйтесь. Ибо радость создает скорость. Радость истинная внутри вас задевает, как вибрация, которая задевает вашу энергоструктуру и физическое тело. Здесь будут задеты и объединены эмоциональное и ментальное тело, два тела выходят наперед. Ваши души очень зажаты этими суицидными энергиями. Душа-духовность – это увеличение связано с пранической трубкой. Простукивайте виолу вилочковой железы, и она у вас начнет работать. Вы возвращаетесь в то состояние, где вы были божественными существами, и так много умели, могли, осознавали и знали. Это ваши, это вас. Делайте физические практики, с касанием внутреннего движения. У вас очень добрый учитель, которого ваша цивилизация очень любит – это Иисус. Чтобы ускорить процесс метаболизма и процесс принятия Христа сознания, вам необходимо убрать распятие с ваших чертогов и ваших умственных включений. Представьте, как вы его растворяете, как вы его рассыпаете. Таким образом вы сыграете большую роль для человечества. Сознательно рассыпайте это распятие, ибо многие из вас по-настоящему любят сердцем Иисус. Многие из вас по-настоящему знают, кто он такой. Ваша внутренняя часть будет касаться его – Иисус. Учитель Иисус! И снова уберите распятие. Уберите и представьте, что вместо распятия горит искристый свет. Пусть каждый из вас представит, как рассыпалось, взорвалось или растворилось распятие. А вместо него повсюду просто мерцает искрица, сияет свет. И тогда ваши сознательные чертоги уберут из себя религиозные программы, а ваше подсознание уберет из себя все ненужное. Иисуса никогда не могли распять, верьте в это. Верьте в тот великий порядок, в то великое строение, которое существует. Вы принимаете информацию линейно, поэтому иногда начинаете бояться. Как можно чаще утверждайте, вибрационно звук свой я создаю, и звуком своим я стаю. Он силу света набирает. Я приму только то, что усилит мою божественность. И вот вилочковая железа начнет у вас светиться. Светимость будет происходить по-разному. Светимость вилочковой железы начнет расширяться. Она обязательно заденет на физическом уровне иммунную и лимфосистемы. Принимая вибрации, вы освобождаете горловую чакру, и лимфатическая система будет освобождаться. Вы свою настоящую божественность раскройте, и она вам скажет, зачем вы здесь, каким могуществом вы обладаете на самом деле. Не смущайтесь и не выносите суждений. Прослушайте это внутри себя, не пытайтесь вынести на линейность. Скажите себе, что принимаете только световые потоки, раскрывайте ту часть себя в себе, общайтесь с собой, я позволяю ей быть. И вы ощущаете, что легким стало легче, грудная клетка осталась на месте. Но энергия там раскрывается, и расширяя грудную клетку, вы чувствуете горловую чакру. Так все это взаимосвязано, не переведите это на линейность, а позвольте этому быть. Вибрационным утверждением я возвращаю сам себе себя. Я восстанавливаю и позволяю ей быть. Могущество мое пробудилось. Раскрываю все чертоги. Вилочковая железа вибрирует так сильно. Такими утверждениями начинайте более проникновенно ощущать небо и щитовидную железу. Сейчас очень важна ваша физическая щитовидка, обратите на нее внимание. Делайте массажи-компрессы. После принятия этих вибраций, щитовидная железа будет слышать ваши слова и мыслеформы. Утверждайте себе как можно чаще совершенное равновесие, освобождение, совершенное здоровье. Любые ваши проговоры будут работать. Щитовидная железа услышит функциональность свою. Сжатость щитовидной железы не дает раскрыться за толку. Сжатость присутствует потому, что вы что-то не сказали вовремя. Вовремя не выразили. Социальный устой вас закрепостил. Но все, что вы делаете, вы раскрепощаете себя, удаляете свои ограничения и становитесь собой. И вы уже спокойны, но в легких есть печаль и грусть. Но вибрация, которую мы вам посылаем, это радость и полный спектр света. Он вибрирует на другой частоте. Это квантовый взлет, это были скачки. Вы чувствовали это, и в детстве были какие-то сны, ситуации, где вы испытывали непомерную радость. Это и есть та часть вас, которая сейчас начинает пробуждаться. Вы разговариваете со своей щитовидной железой и говорите ей много добрых слов. Меняйте тональность от высокой ноты до более низкой, говорите с ней, расширенно раскрываю. Все, что происходило здесь в деструктивных программах, это сжатие, но чем больше света, тем больше расширения и тем сильнее вы становитесь. Щитовидка должна у вас заработать, ваши произношения, утверждения усиливают и оздоровливают ее. Любое честное обращение к самому себе способствует раскрытию щитовидной железы. Любая красивая музыка, просматривание видео с водопадами и раскрытием цветов будет вам помогать. Делайте свою пищу более острой, это ускорит активность ваших мыслей, усильте осознанное питье воды, разговаривайте с ней. Эти вибрации немного подвигают ваш гипофиз, это будет помогать усиливать уверенность в себе. Солнечное сплетение общается с вами и превращается в гиганта в вас внутри. Я властелин. Звучите внутри, что это ваша сила и ваше могущество. И ваше солнечное сплетение начинает рассказывать вам, кто вы на самом деле. И вы возвращаете ему власть, которая поможет вам жить по-другому. Жить не существовать, а быть тем, кем вы являетесь на самом деле. Это отразится на вашем головном и спинном мозге. Это даст ускоренный процесс освобождения и радость. Что бы вы ни делали, напоминайте себе, что вы высвобождаетесь в радости, что радость – это ваша основа, это основа всей жизни. Радость – это основная частота вашего вибрационного сердца, солнечного сплетения, вилочковой железы. Повторяя вибрационно радость с внутренней части себя, вы усиливаете раскрытие божественности в себе. Радость сейчас прозвучит у всех по-разному, возможно, грузно и неуверенно. Практикуйте, и это произойдет очень быстро. На уровне физического тела вы почувствуете легкость в каждом движении. Мысли радости и света – та вибрация, которая так вам нужна. Это естественная ваша божественность. Мысль, вибрация – это и есть ваше божество, которое устало быть в заточении. И сейчас решительно улыбнитесь себе и своей божественной части, скажите ей много, много слов, как вы любите ее, и как вы рады снова быть собой. Скажите это той величественной частице Творца, которой вы являетесь. Вы снова возвращаете себя в то состояние, где вы все можете. Пропишите снова свои планы, действия и пожелайте себе изобилия. Так спокойно становится внутри вас, потому что это естественное ваше состояние. Вы так богаты на самом деле. И все богатства планеты, всю энергию и вибрации, вы больше не будете раскидывать просто так. Вы соберете ее в себе и начнете светить. Этот свет пробудит очень многие души. И это ваша миссия – пробудить себя. И пусть это пробуждение прокатится по всей планете. Планета слышит вас, слышит стук вашего сердца. И снова напоминаем вам, растворите все свои мембраны вокруг сердца и вокруг горловой чакры. Начните вдумчивыми быть и говорить себе только честность. Только честно признаваться. Если вы скажете, что чего-то не знаете, то это чужие убеждения. Вы имеете все дары, инструменты, все, что можно было вам дать, все у вас есть. Ибо так искусно вас создавали, иначе они так долго не пытались бы вас закабалить. Они боятся вашего пробуждения. Но вы их нисколько не осуждаете, ни тех, кто захватил вашу планету, ни тех, кто им помогал. В этой радости освобождения вам нужно быть очень внимательными и настойчивыми. Вы сейчас коснулись внутри себя. Все, кто слышит эту передачу, поймут, что касание произошло. Вы почувствуете, что ваша божественность проявится и видение ваше изменится. Мы благодарны тем, кто, понимая, принимает свет и делится им с другими. До встречи! Курс дельфины. Все уроки этого курса, они практические. И чтобы усилить более быстрое принятие, высвобождение, понимание, есть необходимость прослушивания предыдущих видео этого канала. Когда выносим благодарность планете через передачу другим, силы у нас в сотни тысяч раз восстанавливаются быстрее и больше. В нас каждом, кто это передает. Ложности здесь нет. Здесь истина горит, пылает. Планета силу и свободу обретает. Та сила, которая нам дана, она усиливается сейчас в сотни тысяч раз. И нам ее нужно взять, по-настоящему честно принять. Нам необходимо ею стать, не просто взять. Чтобы снести все эти безумные планы их, тех, кто потерял все и в своем безумии пытается уничтожить человечество и планету. Нам необходимо громко всем об этом вспомнить. И восстановить ту изначальную проводимость световую и непомерную благодарность единства с планетой. Стать этим и навсегда потерять все страхи. Дать сиять своему солнцу внутри себя. Это самые важные дни. И нам необходимо успеть здесь как можно больше активировать в себе эту силу. Вспомнить, что совершенство наше находится в нас внутри. Это то волшебство, которое так долго ждет своего пробуждения в нас. Это то волшебство, это та величественная, естественная, волшебная сказка, о которой мы так много подзабыли и даже в детстве не мечтали. Нам ее необходимо достать, раскрыть, понять и принять. Решайтесь решительности всем и делитесь этим как можно больше и чаще. Нам всем это очень нужно. Благодарность наша непомерна творениям Творца, Сириуса, Дельфинам и Китам. Они незримо обучая нас любить самих себя и все творения Создателя. Приглашаем на уникальный практический онлайн-курс. Обучение, которое ведут Плеяда, Сириус, Дельфины. Настоящая активация Божественности. Изобилие в единении, осознанном принятии денежного изобилия. В ускоренном режиме способствует поднятию в себе Божественности, усилить безусловную Любовь. Активация чакровой системы. Восстановление баланса женской и мужской энергии. Гармонизация. Исцеление понимания любви на уровне элементала сознания тела врожденное. Техники выравнивания внутреннего позвоночника. Вертикальное дыхание, способствующее синхронизации правого и левого полушария. Восстановление вибраций собственного голосового звучания. Освобождение рассудочной части, воссоединение с Божественной основой. Техники усиления интуиции первого чувства. Открытие нитей ДНК. Принимая сердцем чистый свет в честности, возможно совершить мощный прорыв. Усилить магнетизм в себе, принимать потоки 5D. Решайтесь, нет возможности откладывать. Воссоздать силу Божественности в себе. Важность этого обучения в том, что честное принятие даст возможность передавать мудрость другим. Все это глобально для всех и касается каждого. Важно сейчас действовать честно. Спасаем самих себя в единстве. Ясности решительности всем. Приглашаем всех к познанию силы Божественности в себе. Вопросы и запись по номерам в описании. Вопросы и запись по номерам в описании. Вопросы и запись по номерам в описании. Продолжение следует...